у конечной станции метро на остановке автобусов стоит инженер коля пол двенадцатого ночи ждет автобус автобуса нет да и по всей видимости уже не будет ему надо в бирюлево ну значит подъезжает Lexus с такой шикарнейшей дамой за рулем и она говорит Коля ну естественно она не знала как его зовут она говорит ну Счина можно я подвезу вас да что у меня денег нет говорит так и не надо денег я просто подвезу вас вы же и так по всей видимости в бирюлево стоите автобуса скорее всего уже не будет поедемте а то замерзните тут хорошо прыгает назад они едут даму предлагает сейчас заедем за моей подругой ну тут по пути просто без проблем хозяин барин заехали выходит тоже шикарнейшая женщина садится в машину и говорит подруге за рулем слушай даже перекусить не успела давай-ка в магазинчик причалим остановились в магазине барышни зашли набрали еды шампанское там все в фирменных коробочках ведерко икры черный в общем все шикарно высаживают в бирюлева мужика одна другой говорит слушай может мы не будем тут крошить в машине давай поднимемся мужику перекусим да дальше попрем вы не против что у меня там холостецкий беспорядок да ничего страшного ну ладно пойдемте конечно зашли поели выпили и трахались втроем до утра через неделю те же дамы на светском рауте где-то в доме кино ходят и мечтательно одна другой говорит слушай как надоели все идет светские вечеринки эти вот михалков со своими проститутками этот старый мачо гусман да и вообще все эти заслуженные пидоры россии а как бы сейчас закатиться к кольке в бирюлева вторая такая кольки в бирюлева а ты думаешь он нас помнит